Саша, тяжелая игра сегодня была. Чего не хватило факелу, на твой взгляд, чтобы разжиться очками? Не хватило забитых мячей, наверное, в первую очередь. Ребята играли, старались, все пластались, боролись. Но, к сожалению, проиграли. Хотел бы извиниться перед болельщиками, за нашу игру сегодняшнюю. Я считаю, что еще ничего не потеряно. Просто надо забирать все матчи, выигрывать. И выполнять задачу в последний сезон. Я думаю, что еще ничего не потеряно, все будет нормально. Самое главное, не вешать нос сейчас, а идти в двигательном направлении. Я уверен, что все будет отлично. Саша, нет ощущения у тебя лично такого, что именно на факел все настраиваются особым образом? Ну, конечно, настраиваются на факел. Все-таки команда официально поставила задачу в первый дивизион. Конечно, будут настраиваться люди. Все-таки люди играют запремяльные, бьются. Но мы уже тоже правильно не лыком шиты. Нам тоже нужно выигрывать, тоже выполнять задачи перед руководством. Ответственность перед людьми. Все это мы знаем прекрасно. Ну, к сожалению, я вот с ворот смотрю, ребята привнуть не в чем. Все бьются, все стараются. Ну, пока есть как так, как есть. Никто вешать руки не собирается опускать. Все собираются тренироваться, двигаться в правильном направлении. Я уверен, что мы добьемся результата поставленным руководством и всем болельщикам, и всем ребятам. Сегодня после игры в раздевалку заходил президент клуба. Да. Если не секрет, что он говорил? Ну, я бы не хотел выносить, да, это все-таки, наверное, наше личное. Да, вот поговорили с командой. Конечно, есть какие-то претензии, их и не может быть. Вот. Ну, я считаю, все обоснованно. С нашей стороны остается столько. Он переживает, наверное, да, как любой руководитель. Вот. Ну, с нашей стороны, что, нужно не опускать руки. Вот. И отсушить рукава, еще больше работать. Вот. И добиваться поставленных результатов, потому что у нас выхода уже нету никакого. Обратной дороги нет у нас.